Мы хотим хлеба из речи. Я хочу научиться режировать. У меня такой театр, о котором сейчас в каждой точке мира говорят. И голос мне будет ставить сама солистка. Доброе утро, столица! С вами Елена Кокелей. И сегодня мы посмотрим наш Нур-Султан «Моими глазами». Чего я еще не умею, так это дирижировать эстрадно-симфоническим оркестром. Огромные расстояния, широченные дороги. И я тороплюсь на репетицию этого оркестра, чтобы познакомиться с самым молодым дирижером. Оркестру эстрадно-симфоническому «Астана» 20 лет в декабре. Самый молодой в оркестре кто? Дирижер. Вы? 26 вам? 26, да. А, вот молодая столица, молодые специалисты. Очень приятно мне, что молодежь вот так вот. Я хочу научиться дирижировать. Это, конечно, ужасно проваленная затея сейчас. Смотрите дальше. Возможно, я решусь не пропустить этот момент. Этой рукой ритм. А этой рукой... Это надо партию знать. Посмотрите. Браво! Браво! Спасибо! Спасибо вам! Бухаммед, спасибо огромное! Алина! Алина, привет! Привет, это Лена! Ты в Нур-Султане? Я только-только-только прилетела. Слушай, мне прям помощь твоя нужна. Мне нужно сегодня в театр. Мы снимаем балет. Мне нужна укладка и, ну, хорошо выглядеть. Алина, привет! Привет, 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 привет! О! У вас тоже от инфекции это, да? Я же качка. И у нас тоже. Слушай, по поводу моей укладки у меня буквально там, ну, совсем немножко мы справимся, да, быстро? Да, конечно, девочки, две руки попросим, что сделаем. Хорошо. Тогда быстро по кофе и понеслись, да, по кофе? Спасибо! Спасибо! Вот, экспресс-методом привели меня в порядок. Так что я сейчас еще 5-7 минут здесь и понеслась. Нужно успеть в Астана-Опера, помните? Давай. Музыка. Музыка. Театр Астана-Опера сделан и спроектирован по самым последним новейшим технологиям Более того, в нем учтены ошибки самых знаменитых строений оперных театров во всем мире Поэтому в данном проекте нет ни одной ошибки И посмотрите, какая красивая лестница, по которой мы спускаемся в фойе театра Театр Астана-Опера совсем молод, так же, как и столица Казахстана, город Нур-Султан Полностью отделка снаружи и изнутри театра сделана из сицилийского мрамора, очень прочного Что говорит о том, что здание просуществует очень и очень долго и будет оставаться в целости и сохранности А великолепный холл театра венчает люстра из богемского хрусталя, которая весит около 1600 килограммов И является эта люстра, наверное, внутренней достопримечательностью театра, так же, как и великолепные сцены и залы Астана-Опера В театре Астана-Опера есть два зрительных зала и более 26 комнат для репетиции В некоторых мы побывали Все репетиционные комнаты, особенно для оперных певцов, оборудованы со специальным покрытием, со сквозными дырочками, которые обеспечивают в помещениях чистейший звук Тут столько коридоров, столько помещений, что мы бродим тут в поисках, как правильно сейчас выйти на сцену Потому что скоро начнется действие на большой сцене, которая невероятно красивая Субтитры создавал DimaTorzok 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 За каждой дверью в Театре Астана-Опера скрывается много интересного Пойдемте смотреть Мы в гримерке примы балерины Театра оперы Астана Айгерим Бекетаевой Сейчас мы все увидим, как происходит до того момента, как балерина начинает разогреваться перед выходом на сцену, перед спектаклем Это вот сейчас современные инструменты разминки балерины, да? Да Какая прелесть Она еще вот так вот двигается Боже мой Лежать на ней нужно, да? Спина? Да А ну пока Давайте я попробую И все Почувствую себя, блин, и перед спиной Ну классно! Утром мы с 10 до 11.30 как бы занимаемся уроком Это вот приводим тело, ну вот разогреваем к основной работе И уже с 11.30 до 9 мы конвейером идем и занимаемся, да? Я знаю, что вы танцевали в балетах, в постановках у Эльфмана А это же современный балет, да? И там в пуантах? Там нет Вот именно в этом балете, где я участвовала, там в мягкой нашей балетной обуви Ну это невероятный балет, просто А как переучить, ну не то чтобы переучиваться, а как вот вы в этой постановке Эльфмана Ну он крутой, безусловно, но это невероятный, да? Творец И вот для того, чтобы танцевать модерн балет, пришлось сойти из пуантов и начинать танцевать в обычной Ну вы знаете, там даже вся сложность в чем? Там другая пластика тела В современном совсем другая амплитуда движения Там, конечно, более свободно, потому что когда тебе ничего не мешает, что вот здесь вот у нас пластмасс И как бы он, когда наступаешь, то есть ты должен держать равновесие А в модерне можно позволить себе разные всякие движения, а вот в классике там есть определенные правила, которые нельзя нарушать Вас приглашали и вы решили остаться в Казахстане и танцевать все партии сольные здесь Да, там даже, знаете, не столько, сколько танцевать эти сольные партии Мне хочется, чтобы о нас услышали, о нас знали Для меня это очень важно, и я хочу внести свою лепту какую-то У нас такой театр, о котором сейчас в каждой точке мира говорят Если мы куда-то ездим на гала, допустим, или везем какие-то спектакли Они говорят, ой, у вас там такой театр Если вот, говорят даже, не побывав в Астане, если ты не будешь в театре, то есть ты не был в Астане Классический балет, современный Концерты, оперы на любой вкус Огромное количество постановок в год В театре Астана-опера Здесь все идеально и все продумано Акустика позволяет слышать голоса каждого исполнителя Каждый инструмент в любой абсолютно точке зрительного зала А музыкальное сопровождение, как правило, идет таким красивым фоном О том, что голос выталкивается как бы на передний план Кстати, оркестровая яма может вмещать 120 музыкантов Что, в принципе, является абсолютно идеальным для оперных театров А сейчас мы пойдем и посмотрим гримерку солистки оперного театра Астана-опера Сопрано Голос мне будет ставить Не педагог по вокалу, а сама солистка театра Астана-опера Назым Сагентай Вот так вот Назым, а сколько раз в неделю репетиции? Выступления, я так понимаю, два раза примерно, да? Выступления, да, у нас в основном выходные А репетиции каждый день? Ну, репетиции, можно сказать, каждый день И мы сами тоже репетируем Будет ли меняться у вас голос еще? Это обязательно, да Будет? И во что он может превратиться через годы примерно? Это смотря возраст тоже имеет большое значение После рота А, еще вот эти гормональные вещи все на женские голоса влияют Смотрите, я стою как это Клянусь, это вот, я не знаю, автоматически руки складываются Один из основных бокалов – это правильное дыхание Но чувствовать, как будто вы берете с пятки Ой, это же прям переучиваться нужно Да, дышать, переучиваться Потому что, правда, вот мы же дышим короткими такими вот отсюда А когда мы набираем голос для звукоизвлечения Тогда вот отсюда, да, через живот Вы это слышали? Это так сложно! Но я справилась А вы можете что-то из этого произведения сыграть нам? Музыка 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 Обычно мы видим Нур-Султан или в официальных новостях Или же из окон машин в пробках Надеюсь, я смогла показать вам этот чудесный город с другой стороны И надеюсь, вам понравилось Жмите на колокольчик, ставьте лайки, оставляйте комментарии И подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить другие классные выпуски Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо! Спасибо! Продолжение следует...